Мне нужен беляш! Беляш! У нас нету беляшов, мы можем вам предложить самсу! Какую самсу? Я хочу беляш! Беляш! Доброго здоровья! Сейчас я вам расскажу историю мема про беляш. Причем тут тикток, что значит этот мем, что такое беляш, что такое самса, ну и как его можно использовать. История мема. Сначала это было просто смешным роликом на ютубе, который набрал почти 500 тысяч просмотров. Там девушки балуются, разыгрывают сценку, типа клиент хочет беляш, а ему предлагают другие блюда. Потом, 7 июля, пользователь тиктока под ником рабочего характера взяла кусочек из этого видео и создала такой себе постироничный мем. Ролик залетел на полтора миллиона просмотров. Пользователям тиктока так это понравилось, так он мне понравился, что они начали снимать видео под этот звук и опять переобразовали этот мем. В своей финальной версии он уже не совсем постироничный, он обыгрывает жизненные ситуации, он обыгрывает боль любого человека. Когда хочется что-то классное, а тебе предлагают что-то обычное, заурядное. Люди адаптируют его под все возможные сферы. Вот например видос, девушка говорит, что хочет себе большого собаку, типа добермана, а мама предлагает ей померанского шпица. Ну я думаю вы уже догадались, что беляш в этом случае означает что-то крутое, а самса что-то простое и неинтересное. По смыслу он похож с мемом, а у нас дома есть. Что такое беляш, что такое самса? Вообще беляш это культовое слово, думаю каждый видел эти киоски с беляшами, каждый хоть раз в жизни готовил себе такое дома. Если зайти в интернет и почитать что такое беляш, то мы выясним, что это блюдо казахской, башкирской и татарской кухни. Представляет собой жареный в масле продукт из пресного или дрожжевого теста с фаршем или мелко рубленым мясом. А самса это самостоятельное блюдо, схожее с пирожком любой формы, квадратной, треугольной, округлой и внутри имеет начинку. Существует множество вариаций приготовлений этого блюда. Начинкой для самсы может служить приправленное луком и специями мелко нарезанное мясо, горох, чечевица, картофель и другие овощи. Тесто для самсы всегда пресное или часто слоеное. Знаете, я никогда не ел самсу, но по описанию мне кажется, что тиктокеры немного исказили смысл. И что не совсем корректно сравнивать что-то хорошее с беляшом, а что-то плохое с самсой. Если вы в этом разбираетесь, то пожалуйста, напишите в комментарии. Спасибо. Как можно использовать этот мем? Это очень просто. Используйте его как угодно. Берете два продукта, сравнивайте их таким образом. Если у вас умористический паблик, то думаю никаких проблем не будет. Но если вы продаете какой-то более серьезный товар, то подумайте хорошенько, зайдет ли такое вашей аудитории, поймет ли она этот мем. Если молодая аудитория присутствует, то должны понять. Ну и еще обратите внимание на национальные особенности. Возможно, упоминание таких старых и культовых блюд может как-то обидеть вашу аудиторию, вызвать какой-то негатив. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное, чтобы быть в курсе. Но если вам было полезно, то можете поддержать мой канал на Бусти. Это стоит всего 11 рублей. Я хочу набрать там 100 подписчиков. Думаю, это будет показателем для меня, что я делаю нужное дело. Желаю вам удачи и хорошего настроения.